К вашему вниманию, представляют изготовление самопальных дисков сцепления с пробки. Реставрируем яловский диск, подрезали пробочку. Такая вот деревяшка, выфрезированная под 5 мм толщины материала. Это, что называется, оборудование. И таким вот образом... Немножечко разболтались. Вырезаем пробочку толщиной 5 мм. Делаем это аккуратнее, получаем ровнее. То есть, в принципе, этих 5 мм вполне достаточно. Берем шаблон, который сделан по образу и подобию того вкладыша, который был. Но на 1,5 мм больше по внешнему размеру. Внутри прорезается ножичком вот такая вот канавка. После этого этот вкладыш вставляется непосредственно в диск. Сейчас продемонстрирую, как это просто делать. Одну сторону пытаемся сейчас задавить вот эту часть. Вот таким вот образом. Нажимаем на пробочку и задавливаем ее. После этого берем в помощь отверточку. И вот так он весьма плотненько довольно-таки устанавливается. После этого расправляем края пробки с одной и с другой стороны. Все зависит от того, насколько мы красиво вырежем, как мы красиво прорежем канавку. Но, тем не менее, пробочки запрыгивают в свои посадочные места, что называется. Довольно-таки достойно. Опять же, зависит от качества пробки. Цельная, не цельная, клееная. Какие там бывают включения всяких, рубки в ней. Но в целом хорошо. Вот таким образом ставили. Теперь берем между пальчиками и пытаемся ее там прокрутить. Если не получается ее немножечко провернуть. Пошевелили вперед-назад. И все, она зашевелилась. То есть, в принципе, вкладыш на месте. После этого мы подгоняем по спице, пока у нас спица открыта. Делаем подрезку для маслосгонной канавки. С одной и с другой стороны. Где-то так вот, поговорю. Спица нам дает ориентир. По спицам и подрезали. Потом, когда все это наберем, подрезать будет сложнее. Все. В целом, кому хочется вверх-вниз. Если одинаковые шаблончики вырезали, они практически стоят красиво. Набираем диск и шлифуем его шлифовальной машинкой. На круге до толщины 4 миллиметра. Как-то так. В общем, в результате получились вот такие вот диски. Посмотрим внимательнее на них. Вот такие вот по 2 миллиметра толщина пробочки с каждой стороны. Канавочки. То есть, все вроде бы выглядит достойно. Толщина диска 4 миллиметра. Штангель в сторону убрал. В общем, вот на такой машинке они шлифовались. Значит, ну это показано ранее. В общем, вот результат. И что меня еще насторожило немножко. Вот для чего данные проточки... Может быть, для машины по сборке, когда на заводе собирали какой-то этот стапель. Они становятся вот так вот, тык в одну точку и собираются. Ну что весьма замечательно в этом случае. Вот, когда мы совмещаем вот эти вытачки, мы получаем совмещенную канавку. То есть, два вкладыша работают на диск, на промежуточный. Один напротив другого. Вот так вот. Вот, и там получается щель между ними. То есть, скорее всего, вот это вот при сборке цепления необходимо заметить и вот так вот собрать диск. Чтобы не были канавки вот в таком положении. Как бы плотность контакта становится хуже. В общем, вот такую вот фишку подсказываю. Что еще? Значит, сейчас диски замачиваем в масле, ставим на место, смотрим, как работает корзина. Так, вроде, в этом случае все. Продолжаем работу. У нас тут начинается ураган. Вот вам 9 мая, пацаны. Вот так вот, точками затянуто, дождичек. В общем, погода просто класс. Решил сделать следующее. Взвесить диски. Сейчас, стареволочку проведем. И положим диск. Так, и заглянем туда. 101,9 FM. Вот так вот, да? 101. Заглядываем туда. 48,49. То есть, грубо говоря, диск в два раза легче. То есть, навешанная масса маховичная уменьшается. Маховик облегчается. Моторчик крутится резвее. Это мое мнение. Кто-то может меня поправить. Работаем дальше.